Дамы и господа, у нас сегодня день разврата, а для начала обо всем по порядку. Вот в этом вот здании находится ресторан. Довольно своеобразный ресторан, куда мы сейчас и пойдем. Почему он своеобразный, увидите. Боже, опять вы, опять вы. Здравствуйте. Ой, случайно. Опять случайно в лифте, да, ну как так. Совершенно случайно. Нечайно. Мало ресторанов, в Бангкоке куда сходить. В общем, раскрываю секрет. В гугле нам подсказали, что здесь есть ресторан, где обслуживают посетителей роботы. Вот именно в этот ресторан мы сегодня и идем. И называется он Хаджиме робот ресторан. Тут вот такой товарищ встречает. Вот тот самый ресторан Савадика. А нам сказали, что здесь людей вообще нету, а они есть. Давайте сюда, вот, хороший стол. Судя по всему, основная фишка этого ресторана, это вот этот вот робот, который подъезжает. По идее, вон, смотрите, там, судя по всему, у него руки для подноса, я так понимаю. И он останавливается где-то здесь, возле стола. И всем тут раздает. Не знаю, насколько это интересно, сейчас посмотрим. Но лицо у него так себе, прямо скажем, это на робота мало похоже. Это просто некая конструкция, куда ставят, судя по всему, поднос. Тебе нравится робот? Он не шевелится. Он не шевелится абсолютно. Шоу роботов началось, да. А музыка где? Кто-то им должен управлять где-то. Сидит женщина, обычная в фартуке, и управляет. Так себе система, прямо скажем. Не 21 век, это конец 20-го. Обратите внимание, людей нет вообще. Мы здесь единственные. Вот именно, скорее всего, из-за этого. Я думал, здесь еще много роботов будет, они все будут обслуживаться. Ну такое, прямо скажем, ну такое. Консервная банка ездит. Он еще и позировал. Это он типа вот так уезжает. А я нашел ту девушку, которая управляет, кстати, роботом. Вон она стоит в углу, вон там, вот так что стояла. Давайте, давайте мне сюда омлет смоем. Это единственное, что здесь можно есть, скорее всего. Можете мне объяснить, почему ложка для омлета? Вот, дамы и господа, вот это, вот смотрите, видите? Еда из трех блюд. Еда из трех блюд, наверное, самая нормальная здесь, потому что Виталик то, что поел, что-то ему не понравилось. Вот видите, делать ему нечего, этому роботу, и вот он начал. Или нечего делать повару, который работает и управляет роботом. Идея вроде бы как должна быть нормальная, но, честно говоря, ресторан говно. Поэтому тут нету людей. Еда так себе, не стоит она тех денег. Роботов как таковых здесь нету. Есть какое-то непонятное конца 20 века. Вот это чмо. В общем, мы не советуем его абсолютно. Мы решили все-таки прийти в то место в Бангкоке, которое славится не менее Каусан Рот. Называется это Ковбой Рот или Сой Ковбой. В общем, мы решили начать стандартно с Санксома и Кулы. Господа, за прекрасный вечер в окружении... Ну, пусть так хорошо, ладно. Не, учитывая цены, надо все-таки сначала в 7-Eleven, сначала маленькую Санксома на всех разлить и только потом уже ходить по барам и ресторанам. Это я... А чем ты это все людям рассказываешь? А чем у нас это наши планы? Пусть они знают, как проходит день у людей, живущих за границей. Как-то так, короче говоря. Там ребята еще стаканчики берут, ну, посуду. Дамы и господа, подсказываем вам с Виталиком лайфхак, который мы недавно только выдумали. Ну, как мы выдумали? Я выдумал. Виталик придумал, да. Короче, если вам негде пить, даете буквально 100 бат тук-тукеру, и он разрешает побухать у него в тук-туке. На самом деле, что он даже 100 бат это не взял, у нас просто кусился, да. Вообще огонь. Короче, негде бухать, идите к тук-туку. Чин-чин. Чин-чин. Опа, красиво все. И вот теперь, дамы и господа, мы все заряжены, поэтому идем по барам проверять, что здесь есть интересного. Вряд ли мы сможем там поснимать, но мы попытаемся. Во всяком случае, после этого расскажу вам наши ощущения по сравнению с букетом. Короче, дамы и господа, если кто-то захочет действительно провести, мужики именно, кто хочет хорошо провести время, обязательно приходите сюда. Прикольно именно в том смысле, если вы хотите, ну, скажем так, хорошо провести время и недорого. Примерно на один шот девушка здесь стоит около 1000 бат, плюс 500 бат. Это комната, которая есть практически в каждом клубе. Блоу-джоп, давайте так это назовем, стоит около 700-800 бат. Причем, что интересно, вот вы увидите, например, меню, там написано «Блоу-джоп 165». Это коктейль, но это как бы намек. Вы берете этот коктейль, и потом можете договариваться уже на реальный «Блоу-джоп». 12 часов ночи. Хорошего человека уговорили ехать на улицу с проститутками. Уговорили вот эти три человека. Не уговаривали, а силой заставили. Силой заставили, вот, видишь? Буквально, насильно. И снимают компромат, между прочим. Вот, мы приехали на новую улицу, но здесь почему-то очень тихо. Странно. Девочки сидят, ждут. Ждут клиентов, закрываются от камеры. Непонятно, почему закрываются. В общем, дамы и господа, для меня это было открытием, если честно. Но оказывается, здесь, в Бангкоке, есть целая улица, где куча баров с «Блоу-джопом», что называется. То есть ты платишь деньги, просто так зайти не можешь. Ты выбираешь девочку на входе, платишь тысячу бат, тысячу бат это стоит, и на 30 минут уходишь в бар, где тебе делают «Блоу-джоп». Давайте так это назовем. По-русски «Минет». Меня за это не забанят же, правда? За слово, за одно слово буквально. Нет. Ну что ты на меня смотришь, ну? Дети смотрят. А, дети смотрят. Нас не пустили в бары, потому что говорят, ну, либо вы заказываете, либо вы не заходите. Мы решили, что нам это не надо. Собственно, последний день нашего путешествия был посвящен делам. Делам важным, делам нужным. Именно в этот день так совпало, что мне нужно было продлевать мою визу. Ну а раз мы находились в Бангкоке, пришлось именно в Бангкоке ехать в миграционный центр, чтобы исполнить сие намерения. Ух ты ж, ни хрена себе. Здесь, блин, целый комплекс, блин. Офигеть. Смотрите, какое огромное помещение. Торгуют чем-то вон. Это как это, блин? Чтобы здесь и рынок был, и все на свете, блин. Вообще непонятно. Но в любом случае, нам надо найти, куда нам идти. Мне, в смысле. А где визу продлевают, блин? Короче, знаете, что я вам скажу, друзья мои? Народу здесь до хрена. Я, конечно, нам подал все документы. Ну как подал? Я подготовил все документы по списку. Мне дали очередь. У меня 163 номер. Когда я пришел сюда час назад, проходил 90 номер. Короче говоря, сейчас 12 часов. Всех выгнали на обед до часу дня. Счет закончился на 125. Возобновится он в час дня. До хрена еще здесь сидеть. До хрена. А пока можно немного перекусить. Например, суши. Потому что еды-то здесь много, но она вся в основном тайская. А роллы это как раз оно. Ну что ж, дамы и господа. У нас все прошло отлично. Продлил я визу. Все закончилось. Единственное, что, конечно, ну убил на это практически весь день. Ну, световой день имеется в виду. В половину 11 я был здесь в иммиграционке. И, соответственно, сейчас у нас 4 практически. Вот можете себе представить. Но в любом случае осталось еще несколько часов здесь, в Бангкоке. И в 7 часов вечера я должен быть уже в аэропорту, потому что вылетаю обратно на Пукет. В общем, дамы и господа, на самом деле ничем мы не смогли заняться интересным и полезным. Никуда мы не поехали, потому что времени уже не оставалось. И, в общем, так, перекусили немножко, и я решил ехать в аэропорт. Короче говоря, я в аэропорту Дон Мэанг, в Бангкоке. И сейчас надо регистрироваться и лететь на Пукет. Блин, круто. На внутренних авиалиниях так все легко проходится. Вообще элементарно, быстренько. Все, ты свободен, ты гуляешь. Ну и, естественно, по традиции, мой гейт самый последний, 78-й. Ну, то есть топать мне до хрена. Как всегда, есть в жизни что-то хорошее, есть в жизни походы в последний в дальний гейт. Все, дамы и господа, мы на Пукете. Блин, охрененно. Я даже, честно говоря, не заметил, как я вырубился. Вот сел в самолет и тут же уснул. Это, конечно, очень круто, потому что это машина времени. Сразу же уснул, проснулся Пукет. Все, очень удобно. Поэтому перелет очень короткий получился. Но сам факт, представляете, насколько я устал, блин. Это капец, такого никогда не было. Ну, ладно, было пару раз. Чтоб вот мгновенно заснул просто. Ух ты, какие прикольные черепашки здесь сделаны. Рыбки Немо. Забавно, что-то я их не помню здесь, кстати. Давненько я, кстати, отсюда, с аэропорта, в Пукеттауне ездил на такси. И сегодня будет очередной опыт. Я уже забыл даже, сколько это все стоит. А мне тут скоро надо человека будет встречать, он приезжает. И как бы надо узнать желательно. Это как раз сегодня хороший повод узнать. И, конечно же, пытливый какой-нибудь ум спросит Макса, почему ты не используешь граб? А все дело в том, что на Пукете граб какой-то очень дорогой. И не то, чтобы прям очень выгодный. Граб до моего дома стоит 900 бат. Давайте узнаем, сколько это будет стоить вот в такси обычном. 700 бат, господа. Чувствуете разницу? Граб 900, а обычное такси 700. Ну и на этом, пожалуй, все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И не забывайте, что у нас есть еще один канал, где мы обсуждаем свежие, важные, интересные и забавные новости на канале Болталка Ньюс. Ссылочки, естественно, внизу под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok